Всем привет! Сегодня мы поговорим о пользе и вреде земляники. В видео также сможете узнать о рецептах с применением земляники, о правилах употребления и о заморозке ягоды. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Ещё хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 79% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Земляника относится к семейству разоцветных. Выделяют несколько сортов этой ягоды, поэтому сбор её урожая длится всё лето и осень. Стебли земляники маленькой высоты не больше 20 см. У неё зелёные троечатые листья с волосковым покрытием. Что полезнее, земляника или клубника? Обе ягоды очень полезны для нашего организма. В них содержится много витаминов и антиоксидантов, которые успешно применяют при различных недугах. Несмотря на это, области использования ягод немного отличаются. Земляника нормализует работу нервной системы, а также помогает справиться с геморроем или ангиной. Клубника улучшает пищеварение и работу органов мочевыделительной системы. Обе ягоды обогащают организм полезными веществами и повышают иммунитет. Дикая земляника отличается богатым витаминно-минеральным составом, поэтому лучше, чем клубника. Если ягоды выращены в огороде, то содержание полезных веществ в них примерно одинаковое. Полезные свойства земляники Ягода содержит много необходимых для здоровья организма компонентов – клетчатку, витамины и минералы, антиоксиданты, эфирные масла и органические кислоты. Все эти элементы улучшают работу пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также ускоряют обмен веществ. Земляника помогает побороть голод и жажду. Она снимает воспаление и способствует заживлению язв в желудке или кишечнике. Небольшой мочегонный эффект помогает справиться с отеками и вывести токсины. Входящее в состав ягод железо предотвращает развитие железодефицитной анемии. В народной медицине используют не только плоды, но и листья. Их успешно применяют при бронхиальной астме или атеросклерозе. Также земляника снижает тонус сосудов и нормализует артериальное давление. Отвар из листьев земляники на ночь помогает успокоиться, улучшает засыпание и нормализует сон. По утрам такой чай тонизирует и укрепляет организм. Еще напиток помогает предотвратить появление атеросклероза и улучшает кровообращение. Приготовить витаминный отвар очень просто. Для этого необходимо взять 20 г сухих листьев и ягод земляники и залить их стаканом кипятка. Оставить средство настаиваться в течение часа. Затем жидкость нужно процедить через марлю или сида и пить по 1 столовой ложке перед едой. Такой отвар помогает снизить артериальное давление при гипертонической болезни, а также улучшает работу сердца и сосудов. Настой из листьев и ягод земляники может помочь для возбуждения аппетита при различных заболеваниях, а также он способствует разжижению и отхождению мокроты при сухом кашле. Кроме того, его можно использовать наружно в виде примочек. Это эффективное средство для лечения кровоточащего геморроя. Общая польза земляники. Антиоксиданты, входящие в состав земляники, защищают организм от злокачественных опухолей. Эти вещества нарушают кровообращение в раковых клетках, что вызывает их гибель. Также антиоксиданты продлевают жизненный цикл здоровых клеток и омолаживают организм. Регулярное употребление земляники повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие. Она помогает справиться с головной болью из-за перенапряжения или стресса, а также устранить бессонницу. Далее рассмотрим полезные свойства земляники для мужчин и женщин в отдельности, особенности её приёма в детском возрасте, а также возможный вред и противопоказания. Земляника для женского здоровья. Ягода положительно влияет на женское здоровье. Она уменьшает кровотечение при обильных менструациях, что снижает потерю гемоглобина и предотвращает развитие анемии. Также в землянике содержатся витамины группы В, биотин и цинк, необходимые для здоровья кожи, волос и ногтей. Включение ягоды в рацион улучшает настроение и самочувствие. Земляника доказанно ускоряет обмен веществ и способствует похудению. Её можно использовать и наружно, добавляя в косметические средства в качестве различных питательных масок для лица, рук и ног. Для мужчин. Для мужского здоровья эта ягода не менее полезна, чем для женского. Регулярное её употребление повышает защитные силы организма и запротивляемость инфекциям, нормализует эмоциональный фон, помогает справиться со стрессом и умственными нагрузками, повышает либидо и улучшает потенцию. В ягоде содержится много углеводов, витаминов и минералов, которые помогут восстановиться после физических нагрузок. Поэтому землянику необходимо употреблять спортсменам или людям с активным образом жизни. Рецепты с применением земляники. При панкреатите. В первые дни при обострении этого заболевания употребление земляники не рекомендуется. По мере уменьшения болевых ощущений список разрешённых продуктов расширяется. Можно приготовить отвар из листьев и ягод земляники. Он помогает снять воспаление и ускорить заживление поджелудочной железы. Необходимо взять одну столовую ложку листьев и стебли земляники и залить их полулитром горячей воды. Оставить средство настаиваться в течение 1-2 часов. Готовый напиток нужно процедить и пить по трети стакана утром и вечером. Премиомия. Эта доброкачественная опухоль при небольших размерах не опасна для жизни или здоровья. Однако она может воспалиться, расти и кровоточить, что приносит немалый дискомфорт. Укрепить организм можно с помощью следующего рецепта. Возьмите свежие ягоды и листья земляники и залейте стаканом горячей воды. Оставьте содержимое завариваться на 2-3 часа, а затем процедите через сито. Пейте жидкость регулярно небольшими порциями. Длительность приёма индивидуальна и зависит от размеров миомы. При камнях в желчном пузыре. Для предотвращения образования камней в желчном пузыре, а также для растворения мелкого песка, можно приготовить такой настой. Одну столовую ложку сухих листьев земляники положить в стакан и залить кипятком. После заваривания напиток разделить на три приёма. При этом заболевании можно также пить чистый сок из ягод земляники по утрам на голодный желудок. Он способствует выделению желчи и запустит пищеварение. При заболеваниях почек. При инфекциях мочевыводящих путей можно приготовить отвар с противомикробным и противовоспалительным свойствами. Положите в ёмкость 2 столовые ложки листьев земляники и залейте их двумя стаканами горячей воды. Оставьте средство завариваться на 30-40 минут. Пейте настой регулярно перед едой. Для мочегонного эффекта и выведения мелких камней из почек можно приготовить такой чай. Залейте одним стаканом кипятка 1 столовую ложку листьев земляники и дайте настояться. Затем процедите и пейте по полстакана 4-5 раз в день. Длительность лечения составляет не более 7-10 дней. Перед использованием этого средства проконсультируйтесь с врачом. Если камни в почках крупные, нельзя использовать данный напиток. При гастрите. При обострении заболевания от употребления любых ягод лучше отказаться, так как они повышают кислотность в желудке и ухудшают течение гастрита. В период ремиссии, то есть вне обострения, землянику есть можно. Однако лучше не употреблять её в чистом виде, особенно на голодный желудок. Добавляйте ягоды в небольшом количестве в каши, творог или сметану. При подагре. Земляника обладает лёгким мочегонным эффектом и может выводить соль и мочевой кислоты и устранять отёки при этом заболевании. Употребление ягод не запрещено при подагре. Земляника уменьшает боль в суставах и улучшает самочувствие. Её можно включить в рацион в чистом виде или использовать для приготовления отваров и настоев. Для печени. Земляника выводит токсины и вредные вещества из организма, поэтому помогают печени в очищении крови от шлаков. Также ягоды способствуют восстановлению повреждённых клеток органа, а антиоксиданты защищают их от преждевременной гибели. Для печени можно приготовить такой чай. Насыпьте в стакан 2 столовые ложки сухих листьев земляники и залейте горячей водой. После того, как содержимое заварится, пейте чай маленькими порциями перед едой. Можно ли замораживать землянику? Для насыщения организма полезными витаминами и минералами ягоду можно заморозить. Это самый простой и доступный способ сохранить её качество. Землянику можно заморозить целиком, смешать с другими ягодами или перетереть с сахаром. Срок годности замороженной ягоды – от 1 до 1,5 лет. Как правильно употреблять землянику? Чтобы максимально сохранить вкус и пользу ягоды, её необходимо употреблять в свежем виде сразу после сбора. Не забывайте, плоды тщательно помыть от земли и пыли. Лучше не подвергать землянику термической обработке, так как это разрушает витамины и антиоксиданты. Ягоды можно добавлять в смузи, полезные десерты, выпечку, творог и натуральное мороженое. Сколько земляники можно есть в день? Лучше не злоупотреблять этой ягодой, так как она может вызвать аллергическую реакцию. Суточной нормой является 100-150 г земляники для взрослых, а для детей – в два раза меньше. Избыток ягоды может нарушить пищеварение и вызвать вздутие живота. Противопоказания и вред землянике В любом продукте можно найти плюсы и минусы, и земляника не является исключением. Конечно, избыточное употребление этой ягоды может вызвать различные нежелательные побочные эффекты. Во-первых, земляника – это сильный аллерген. С осторожностью её следует давать в детском возрасте. Рекомендуется при первом употреблении ягоды попробовать одну-две штучки и посмотреть на реакцию. Она возникает не сразу, а спустя 3-4 часа. Это может быть сыпь или боли в животе или нарушение стула. Если побочных эффектов не возникло, то количество ягод можно постепенно увеличить. Нельзя кушать землянику в чистом виде при воспалении желудка, кишечника или поджелудочной железы, так как она оказывает раздражающее воздействие на слезистую оболочку. Ягода снижает артериальное давление, поэтому следует быть осторожными, если вы принимаете гипотензивные препараты. Землянику детям следует вводить в рацион не ранее, чем с 6 месяцев, так как их пищеварительная система не до конца сформирована. Иначе у малышей могут возникнуть колики и нарушение стула. При соблюдении суточной нормы земляника абсолютно безвредна для организма, а её целебные свойства помогают в лечении и устранении симптомов многих заболеваний. Собирайте ягоды в сезонных созревания и насыщайте организм витаминами. Это обеспечит хорошее настроение и крепкий иммунитет. На этом закончим ролик. На канале можно найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать колокольчик. Ещё буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч!